Так, не поняла. Господи, да что ж такое? Что ж такое? Так, а вы меня слышите, друзья? Будьте добры, поставьте плюсики, если вы меня слышите. Потому что чего-то я не вижу, камера у меня. Плюс поставьте, если кто-то слышит, поставьте плюс. Все, отлично. Все. В общем-то, даже если меня не видно, это не... Все. Еще раз попрошу, поставьте еще по единичке мне, чтобы я была уверена. Единичку поставьте, пожалуйста. Все, и мы поехали. О, благодарю Оль. Оля, как мой модератор сегодня, отлично. Друзья мои, сегодня очень важная, актуальная тема. Почему сегодня я поднимаю эту тему, я скажу. Потому что в последнее время приходят на собеседование, на первую встречу, на бизнес-встречу. Очень много интересных, потенциальных партнеров, людей, которые заинтересованы в заработке в нашем проекте. Которые хотели бы путешествовать и использовать все возможности, но не сталкиваются с первым камнем, трудностям, преткновением, личным товарооборотом. И это их как отталкивает назад, и некоторые просто останавливаются и прекращают вообще просто активности свои, берут немножечко для себя или вообще отказываются. Ну, и кроме того, я 15 лет работаю в проекте и очень много знаю моментов, связанных с ЛТО, и практику знаю отлично. Вот поэтому я сегодня подняла эту тему и очень хочу поделиться своим опытом, рекомендациями для того, чтобы мы могли все-таки в нашем проекте оставлять людей нужными предложениями, чтобы оставались интересные потенциальные люди. Это сегодняшний наш план с вами встречи. Что такое тема будет такая как общая? ЛТО, личный товарооборот, это преграда или путь к финансовой независимости? Мы поговорим с вами о том, что это такое, почему партнеры боятся этого, почему важно быть, почему важно для бизнеса научиться делать ЛТО. Да, минуточку проверяем, не поняла, что не видно. О, вот видите, само собой заработало. Ура, отлично. Отлично, хорошо. Презентацию видно вам, пожалуйста, друзья, поставьте плюсик и мы продолжаем. Презентацию видно, Свет? Все, отлично, поехали дальше. Значит, еще важный вопрос. Ну, это в настройках, Света, это в личных настройках надо поменять. Ага, первый раз кто-то у нас, да, Светочка? Очень рады вас приветствовать. Вы попали на самую важную встречу для новых партнеров. Вам видно меня, слышно, Света? Поставьте плюсик. Все, отлично. Одни Светы собрались. Хорошо, друзья мои. Ну, поехали, потому что тема реально очень важная. И когда вы в ней разберетесь сами, это первое, если есть среди нас люди, кто не знает, что такое ЛТО и зачем нам его делать, вот, то, если вы знаете это, то вы сейчас услышите полезные советы, как аргументированно заинтересовать и убедить человека в том, что в ЛТО ничего страшного нет. И как можно научиться делать эффективно ЛТО. Сегодняшняя тема нашего разговора. Итак, первый слайд наш будет о чем? О том, что у нас, как говорится, шведский стол возможностей и вариантов очень много. Мы все с вами знаем, что любой человек может получить возможность здесь экономить, получить личный свой кабинет на сайте компании Reflame. Никому не показывать каталог, тихонечко там под подушкой, как я говорю, его прятать, вот, и брать только для себя и для своего близкого окружения и родни. И человек получает возможность экономить 20%. Это его выбор. Есть другая категория людей, которые очень легкие на подъем, которые очень коммуникабельные, которые могут легко учиться и легко могут рекомендовать. Не тех, я имею в виду, которые, знаете, уговаривают и продадут что угодно и даже, может быть, что-то такое, которое, может быть, человеку не особо-то пользу принесет. А я имею в виду именно людей, которые любят консультировать, любят советовать после того, когда они изучат эту информацию. И вот как раз для этих людей есть уникальная возможность быстрых денег, быстрого дохода. Тем более в компании есть очень интересная программа лояльности для продавцов, где они могут получать даже больше, чем потребители, которые делают там товарообороты на 150 бонус-баллов. А продавцам сейчас очень выгодно работать в нашем проекте. То есть это такие первые деньги, да? То есть что делает продавец? Консультирует грамотно и продает продукт. Вот. Ну, есть среди нашего окружения кандидатов, которых мы приглашаем, люди, которые категорично относятся к продажам. То есть не любят продавать. Хотя на самом деле, по большому счету, наверное, на земле нет ни одного человека, который бы когда-нибудь что-нибудь не продал. Если даже он не стоял за прилавком магазина, то он обязательно кому-то что-то рекомендовал. От свежей колбаски в соседнем супермаркете до какого-то курорта, где он отдыхал в своей семье. И все такое. Вот это вот тоже называется рекомендация. То есть это тоже есть продажа. Он даже не подозревал, а сделал продажи. Вот. Но сейчас мы будем говорить именно о людях, которые настроены. Вот категория третья. Это люди, которые настроены на собственный бизнес. Которые настроены на создание группового товароборота. То есть это все будет происходить именно за счет приглашения людей. На нашем языке специфическом, скажем, бизнесовом это называется рекрутинг. Или приглашение людей. И очень важно вот на старте, в принципе, любой человек, который приходит к нам в проект, он может использовать одновременно три возможности. Одновременно три возможности. Вот я пришла, я брала для себя что-то для своей семьи. Экономила, брала дешевле качественный продукт. Потом другой, следующий момент. На начальном этапе я заводила себе клиентов. Что-то у меня падает. Камера все ниже и ниже пускается. Вот, потом у меня появились клиенты. Я понимала, что мне надо научиться работать с клиентами. И кроме этого я поняла, что с клиентов иногда получаются хорошие консультанты. Вот. И еще потом я стала, конечно же, использовать возможность напрямую на 100% развития собственного бизнеса. Так вот я хочу сказать, независимо на какое предложение вы пришли в компанию, вы можете выбрать сразу даже три этих предложения. Но очень важно для себя определиться, чего вы больше хотите. Чего вы больше хотите. Почему это важно? Потому что для людей, которые просто будут приобретать для себя продукцию, вот у них льготная, как мы называем, дисконтная карта. Дисконтная карта – это номер компании Арифлейм на сайте компании Арифлейм. Раньше давали такие дисконтные карточки, вот как в магазине. А сейчас, ввиду того, что мы в большей степени работаем онлайн, особой нужды в них нет. Но вот как раз ваш номер является дисконтной картой. И вот для тех людей, которые берут просто для себя продукцию, экономя свой бюджет, для них нет никаких обязательств. Они могут брать себе, когда хотят и сколько хотят. В любое время. Ну, то есть, когда им надо, тогда они заходят на сайт и делают покупки. Для продавцов, которые делают небольшие товарообороты или крупные товарообороты, тоже никаких условий нет, абсолютно. Но если продавец хочет, есть интерес у него получить, как говорится, откат от своего крупного заказа, то у него тоже есть такое условие, как и для бизнеса. Что же это за условия? Вот для потребителей никаких условий нет, а те, которые хотят от компании получить средства какие-то, да, в виде объемной скидки. Объемная скидка, я некоторые термины буду вводить в ваш лексикон, Светлана в данном случае, новый партнер наш, вот, буду вводить новый лексикон, новые слова в лексикон, вот. И будем, в общем, понимать, объемная скидка – это то, это доход или заработная плата, как вот в обычной жизни мы говорим, да, и для того, чтобы, естественно, получать эту заработную плату в любом развитии, маленьком или большом, то обязательно должно быть обязательство, такая тавтология получилась. Вы со мной согласитесь, друзья? Потому что на самом деле, если вы ходите на свою основную работу или ходили когда-нибудь, вы вспомните, сколько у вас было обязательств, да, начиная с того, какой режим расписания вашей работы, то есть вы ходили с 8 утра до 5 вечера или там посмена как-то, и что как бы относилось к вам руководство, если бы вы не выполняли хотя бы одно из этих обязательств, а их на рабочем месте всегда очень много, да, вот не приходит человек вовремя на 8 часов, приходит на 10, он говорит, ну, я сова, я не могу рано просыпаться, ну, день потерпят, его два, потом что будет, вы сами знаете, да. В компании Reflame для людей, которые хотят зарабатывать или получать от компании откат, бедеобъемные скидки, есть всего одно условие, всего одно условие, и мы об этом сегодня как раз поговорим. Перед этими, перед человеком, который настроен на бизнес в проекте, то есть развивать свой бизнес в онлайн или в офлайн и получать доходы от компании, у компании, у Reflame к этому человеку есть несколько задач, всего, в принципе, три задачи, это обучаться, это активно приглашать людей, и первая главная задача, это пользоваться продукцией. Как я вам сказала, что у каждого из нас есть свой интернет-магазин, то есть на сайте есть свой номер и вход в этот свой интернет-магазин, где цены продуктов на 20% дешевле, и, естественно, если вы владеете собственным магазином, неважно, это простоквашу вы продаете или белье какое-то, или там, я не знаю, еще чего-то, да, скажите, пожалуйста, неужели вы будете ходить за молочнокислыми продуктами в соседний супермаркет? Конечно же нет, конечно же вы будете выполнять обороты в своем магазине, приобретать продукцию в своем магазине. И у компании нормальное, естественное условие для тех людей, которые хотят получать возврат денег в виде объемной скидки, как я сказала, есть единственное условие – это создание личного товароборота, сокращенно это называется ЛПО. И вот для того, чтобы сделать свою совместную покупку, вернее, не совместную покупку, сделать свой заказ, компания говорит, мне все равно, как вы определитесь для себя. Если у вас есть финансы, и вы беспокоитесь о своей внешности, или хотите заняться профилактикой своего здоровья, без вопросов, вы можете вообще просто сам себе сделали заказ, выполнили условия ЛТО, какое мы поговорим чуть ниже, и пожалуйста. Но большая часть людей, которые приходят к нам в проект, это люди, которые приходят именно за деньгами. Если они приходят за деньгами, то понятно, что у них на данный момент их не так много. И не надо делать больших закупок, влаживать семейный бюджет, весь в закупку и выполнение условий компании, да, потому что здесь есть другой вариант, который называется совместная покупка. Об этом мы чуть позже поговорим. Вот. И, значит, мы продолжаем с вами говорить о личном товарообороте, я напоминаю вам. И так как я уже вам сказала, что у компании для того, чтобы развивать свой бизнес, вернее, компания ставит нам три задачи, да, это пользоваться продукцией, знакомиться с ней, изучать ее, рекомендовать. Второй вариант – это когда мы обучаемся сами, ну, и продукции, и ведению бизнеса. И третий – активно приглашать людей. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле, когда человек приходит, вот второй, вторая задача и третья – людей не пугает. Практически человек, ну, я не помню такого, чтобы человек открыто сказал, что я боюсь обучаться. Иногда люди говорят, что я не знаю, получится это у меня или не получится, могут, человек, осторожно. Но категорично, так как к ЛТО, например, относятся, никто себя не ведет по отношению обучения или активному приглашению людей. А вот когда мы говорим уже человеком, который настроился, понял, что надо делать в компании, вернее, за что компания будет платить деньги, да, вот, и когда он сталкивается с первой задачей, через свой кабинет провести личный товарооборот в определенном количестве бонус-баллов, что это такое, сейчас мы поговорим, он останавливается, у него куча страхов и возражений. Он говорит, у меня нет денег, ой, я этого не смогу сделать, вообще вокруг меня никто не пользуется этой продукцией, это очень дешево, и наоборот, говорит, это дорого. Ой, и еще такие вопросы, момент такой, человек говорит, ой, у меня аллергия, у меня аллергия, я пользоваться не могу. Я тогда смотрю на человека и думаю, ну вот, он или притворяется, или действительно он настолько боится обучения, потому что на самом деле, кроме этого единственного условия, для того, чтобы получать возможность путешествовать, возможность получать каждые три недели зарплату, передать свой бизнес по наследству, надо научиться одному простому действию. Ну, я уже думаю, что никто не будет спорить с тем, что вообще человек, если хочет, любому можно научиться, да, навыку. Вот в цирке медвежат и тех водят, можно научить чему-то, и не садятся на велосипеды, и всякие-всякие трюки делать. Так вот, вы знаете, я долго размышляла над тем, почему люди высказывают столько страхов и сомнений, перед тем, когда ставится задача выполнения личного товароборота, и я поняла, вот знаете, вот буквально недавно я общалась с новым партнером, очень потенциальной девушкой, и вот одно из возражений у нее было, что у меня нет столько знакомых, и я сама не смогу набирать столько продукции. И вот эти все возражения мы с вами сегодня проговорим, вы услышите ответы на них, но я поняла главное, что человек не понял сути бизнеса, в чем заключается суть бизнеса, или за что тебе здесь будут платить, за что тебе будут платить. Поэтому очень важно, внимание, сейчас услышать именно информацию о том, как человеку важно разъяснить, потому что от этого все зависит, разъяснить, за что он будет получать свой доход. Ну вот я привожу такой пример, очень банальный и простой. Сейчас прошу прощения, проведу. Все, семья пришла. Вот, а мы продолжаем с вами. Вот, очень важный момент в объяснении человека, в чем заключается суть бизнеса, это рассказать ему о том, что компания заинтересована, ну, человек должен понимать, что такое прямые продажи, иметь первое представление о сетевом маркетинге, первое такое общее представление, да, и что это сеть потребителей, сеть покупателей, продавцов, там, это сеть такая, да, и ему важно понять, от чего будет зависеть его доход, то есть как личный товарооборот будет влиять на его доход. И вот здесь можно, как хотите, можно нарисовать человеку, можно показать картинку, но объяснить человеку, что если ты пришел в проект и у тебя появился свой личный кабинет, то ты просто, ну, скажем так, человек, который просто рассматривает цены по складу. Если ты не делаешь ни одного заказа, вот, то получается, что у тебя нолик, и за этот нолик, естественно, никто платить не будет. Просто за то, что человек зарегистрировался, вот, никто в компании платить не будет. Компания, компания у нас косметическая, и как любое, как любое, как любой бизнес, как любое предпринимательство, заинтересована, заинтересована в товарообороте своей продукции, в продаже и в получении прибыли. И так как компания работает методом прямых продаж, продаж, она экономит на оптовых складах, на огромном количестве рекламы, там, на оплате сотрудникам и все такое. И эти средства, она вкладывает в оплату людям, которые будут создавать, организовывать этот товарооборот. Вы поняли? Прямо в продукте заложена эта цена. Но условия, как мы сказали, обязательно через свой кабинет надо провести личный товарооборот. И получается так, если ты просто пришел и наблюдаешь со стороны и ничего не делаешь, приглашаешь людей, они на тебя смотрят, тоже ничего не делают, ноль плюс ноль, получится в оплате ноль. Но когда ты приходишь, начинаешь, настраиваешься на личный товарооборот, организовываешь его, как и что, мы чуть позже поговорим, тут самое главное поймать суть бизнеса. То есть ты свой организовываешь личный товарооборот, в твоей организации другие люди учатся у тебя, делают свой личный товарооборот. И эти товарообороты суммируются. И то, что может сделать товарооборот, какой может сделать товарооборот 10 человек, никогда не сделает один, возможно. И то, что какой товарооборот может сделать 100 человек, никогда не сделает 10 человек. Или наоборот, или вернее не наоборот, или тысячу человек сделает всегда больше товарооборот, чем сделает один или пять человек. И вот суть заключается в том, чтобы организовать эти сети людей, которые будут кто-то потреблять для себя, кто-то на быструю продажу придет, будет зарабатывать, а кто-то заинтересуется бизнесом и будет активно в эту организацию приглашать людей. И именно ваш доход напрямую, то есть человек должен понять, что его доход напрямую зависит от объема продаж группового. И человека товарооборот, личный товарооборот, он является частью этого группового товарооборота. И ваш товарооборот, естественно, влияет на товарооборот групповой. Не будет товарооборота группового, не будет дохода. Вот здесь человек должен четко понять. И вот я хотела такой вопрос тоже поднять. Вот человеку, когда это рассказываешь, у него страх такой, и он сразу задает вопрос. Ой, скажите, ну вот каталог каждые три недели. Это мне что, каждые три недели надо делать заказ? Вот это вот самый большой страх у человека. Самый большой страх. Что он говорит, я пришел сюда не тратить, я пришел зарабатывать. Вот. И вот этот большой страх ему надо разъяснить, просто объяснить. Во-первых, объяснить ему то, что мы можем делать вообще ни одной копейки не трачить с его семейного бюджета. Мы можем делать совместную покупку. Во-вторых, надо объяснить ему, что все равно, независимо, ты в Арифлейм, не в Арифлейм, но ты все равно каждый день умываешься. Чистишь зубы, приводишь себя в порядок, моешь голову, мужчины бреются, женщины пользуются косметикой. Так вот за то, что ты просто будешь пользоваться своей семьей постепенно, тебе никто не говорит, что ты сразу должен набрать и склад в своем доме организовать. А постепенно ты переводишь ассортимент продукции, которую ты где-то брал на рынке, возможно, сомнительного качества или в другой компании, потихонечку перейти на потребление нашего продукта. Если человек, ну то есть, и он спрашивает, это мне надо всегда делать? Я его успокаиваю. Говорю, нет, не всегда. Я тебе объясню чуть позже, когда тебе не надо будет делать совместную покупку, то есть собирать заказы отовсюду. Вот, это об этом мы тоже поговорим чуть позже. Если человек совсем не понимает ничего здесь, я говорю, слушай, ну ты прибавлять и отнимать умеешь на уровне от единицы до десяти? Человек говорит, ну конечно, ну что ты там, конечно могу. Я тогда говорю, давай представим так, что я тебя приглашаю на работу в магазин, в который ты будешь приходить, когда тебе удобно, во сколько удобно. Будешь находиться в нем столько, сколько ты посчитаешь нужным, но тебе надо будет выполнять свой объем работы. Ну, например, там, переставлять продукцию с одних полок на другие. Это обязательное условие. Вот, и при этом продукцию, которая есть в нашем магазине, и ты пользуешься ней, не приобретаешь в других магазинах. То есть берешь здесь, за это тебе компания или я, допустим, буду выплачивать 7 тысяч гривен. Из этих 7 тысяч ты будешь выбирать тысячу или полторы тысячи гривен, выбирать продукцию, которая нужна тебе и для твоей семьи. Вот просто представь такую картинку, ты переставляешь там коробки, делаешь какие-то действия, изучаешь какую-то продукцию, берешь для себя качественную продукцию, понимаешь, что она качественная, вот, и за это тебе еще выплачивают денежку. И вот такая простая математика. Вот 7 тысяч гривен тебе дают, а на полторы тысячи ты должен взять для своей семьи. Бывают такие случаи, человек говорит, о, так это надо еще свои деньги оставить. Я говорю, хорошо, отниметь 7-1,5 тысячи, сколько остается? 5,5. Так у тебя будет 5,5 тысяч. А если ты не хочешь участвовать, это твое право, но при этом у тебя тогда не будет этих 5,5. Тебе надо эти 5,5 тысяч, причем они будут все время расти. Сегодня 5,5. Если активно ты будешь работать и, как говорится, больше будешь делать действий, завтра будет тебе 7, 10, 15. Тебе это интересно? И вот только тогда может человек включиться. Тогда человек может включиться. Ну и, то есть, или на картинках, или на простом языке примере человека. Ну, то есть, ему надо донести, что это не страшно, не опасно. И есть альтернатива, что ему не надо абсолютно тратить свои средства, свои средства на приобретение продукции для себя. То есть, закупать продукцию. Что такое личный товарооборот? Мы уже проговорили. Это, ой, ЛТО – это личный товарооборот. ГТО – это групповой товарооборот. И сейчас на этом слайде я хотела просто показать, как формируется этот групповой товарооборот. Вот представим, что это ваш наставник, который вас пригласил уже в проект. Вот, вы пришли в проект. Вот, и этот наставник уже разобрался, его заинтересовали возможности. И он делает легко свое ЛТО, вас обучает этому и делает свою основную работу. Рекрутинг – активно приглашает людей. И пока вы разбираетесь в инструментах, пока вы изучаете первый материал, делаете первые шаги, уже под вами, вашей организацией, формируется коллектив. Организацию мы формируем на первом этапе вертикально. То есть, один человек за другим. И не важно, что вы этого человека не знаете, что он живет там где-то в Гомельской области или где-то в Полтавской области. Если его нашел наставник, он подключает к вам вниз в организацию. Следующего нашел, следующего. И вот таким образом каждый человек, который приходит, разбирается, и вы точно так начинаете постепенно подключать своих найденных людей в эту организацию. И самый важный момент, обратите внимание, что все люди, которые будут находиться под вами, это уже считается ваша организация. Все люди, которые будут находиться, условно скажем, под этой Ольгой, уже считается, что это ее люди. И вместе с этим ее люди, это являются частью ваших людей, вашей организации и вашего группового товарооборота. Как формируется групповой товарооборот? Посмотрите, пожалуйста. Каждый, кто приходит, никогда ему наставник не говорит, ну в нашем проекте, во всяком случае, что твоя обязательная закупка, там надо сделать лично там столько, столько, столько. В начале мы все разговариваем на предмет того, что тебе лично надо, в косметичку, в ванную комнату, посмотри, поговори с родными, может быть, какой-то праздник впереди. И мы активируем твой номер. После этого человеку рассказывают о том, какие у него есть возможности со стартовой программой, льготные выгодные наборы. И самое главное, человеку надо объяснить, что такое бонус-балл. Сейчас я вам объясню, это такая, своего рода условная валюта в компании Reflame. Она возникла по той причине, что компания наша международная и работает в более чем 60 странах мира. И консультант, и менеджер, и директор во всех странах выполняют одни и те же функциональные обязанности, то есть одни и те же действия делают. Но в каждой стране валюта разная. И для того, чтобы не обидеть консультанта в Польше, в Болгарии, в Украине, в России, ввела компания внутреннюю такую валюту. Ну, как, например, доллар или евро. В каждой стране имеет свой курс. И вот точно так, в каждой стране бонус-балл, это условная единица, имеет свой эквивалент. В Украине это может быть 10-12 гривен, в России 25-30 рублей. Вот, ну, это каждый раз надо проверять на сайте, какой курс от бонус-балла в этой стране. И вот посмотрите, что происходит. Когда мы, когда мы, когда мы человека, так, когда мы приглашаем человека, то у нас получается, что последний человек делает личный свой товароборот. Вот, допустим, 25 бонус-баллов. Ну, и так как я сказала уже, вот, в Украине это где-то приблизительно 10 гривен, то 25 бонус-баллов нам понятно, это 250 гривен. Да, вот внизу Оля сделала такой небольшой заказ, первый активировалась в нашем проекте, сделала 25 бонус-баллов. Она сделала это личный товароборот, и по группе у нее получается тоже личный, групповой товароборот 25 баллов, так как под ней еще никого нет. А уже выше партнеры, которые наставники ее, они сделали, может быть, тоже по 25 бонус-баллов, но если вы обратите внимание, у них приплюсовались бонус-баллы, которые считались и Олей, как личный товароборот, и приплюсовались выше в организацию. И вот именно ввиду этой системы суммирования бонус-баллов групповых, получаются крупные групповые товаробороты по маркетинг-плану компании, получаются очень выгодные и интересные выплаты. Начиная от 40 гривен и заканчивая выплатами до уровня директора, это 3, 5, 7 тысяч гривен. То есть это выгодный, то есть где-то от 0 долларов до 300-400 долларов можно заработать, приобретая для себя, для своей семьи продукцию, создавая совместную покупку, получать доход от всей группы. То есть понимаете, что если самому брать на 500 бонус-баллов умножить на 10, это 5 тысяч, средств таких нет, компания говорит, и не надо, ты просто организуй этот процесс. Найди людей, которые тоже хотят взять для себя на 25 бонус-баллов, на 150. Компания не ставит такой конкретной задачи, что ты должен приглашать только людей, которые будут делать по 100 или по 200 бонус-баллов. Это каждая организация, каждая команда выставляет свои, скажем, такие ставочки. То есть самое главное, чтобы человек понял вот эту табличку, что ему выгодно сделать свои личные, научиться делать личные свои 150 бонус-баллов на полторы тысячи через свой кабинет. Это называется личный товароборот, но это не личный его заказ, да? Я объясню, что это за заказ. И получить с товароборота 700 бонус-баллов доход, понимаете? 7 тысяч гривен получить доход. Ты сделал на полторы тысячи, а доход получишь 7 тысяч. Это очень простая математика. И мне вот кажется, когда человек только вот это поймет, что он будет делать только свой заказ, а получать будет гораздо больше, Вот я это условие 150 бонус-баллов называю золотым ключиком, который дает возможность, как открывает многие комнаты, возможности. Зачем надо уметь делать личный товароборот? Как я уже сказала, это как золотой ключик. Он дает возможность. Это единственное условие у компании, когда компания выплачивает объемную скидку своего личного товароборота из группового. Если ты даже сделал 135-149, компания не выплачивает ни одного процента с твоего личного товароборота и группового. Если делаешь 150, все, ты получаешь объемную скидку. Ты автоматически участвуешь, если ты новичок в стартовой программе и во многих разных-разных акциях. Вот почему 150. Важно научиться делать. Научиться. Обратите внимание, ключевое слово. Не надо делать, а можно научиться, если ты поймешь суть бизнеса и то, что тебя ждет. Следующий пункт. Зачем надо уметь делать личный товароборот? Как вы видели уже, ваша организация формируется с новых людей, которые постоянно будут приходить в вашу командочку. Если ты сам научишься делать, кто за сколько учится, кто-то сразу легко с людьми коммуницирует, кто-то дольше учится. Но неважно, если ты будешь учиться и научишься это делать, совместную покупку, личный товароборот через свой кабинет, то ты сможешь научить и другого. Согласны со мной? И третий пункт, который немаловажный. На определенном этапе своего карьерного роста, я напоминаю, что мы с вами говорим о людях, которые пришли сюда зарабатывать, придет момент, когда у тебя будет объемная скидка не 30, не 40 гривен, а будет 500, 1000 гривен, 2000 гривен. И тебе захочется эти деньги взять в руки, а они будут на номере консультанта. И вот как раз за счет того, что ты через свой кабинет пропускаешь личный товароборот, совместную покупку, ты можешь обналичивать эти деньги. Каким образом? Сейчас я вам объясню. Представьте себе, что среди ваших потребителей есть ваши кумовья, это движение денег, вы сейчас поймете, мы как раз обсуждаем второй этап. Вот первый этап, немедленная прибыль, я думаю, это всем понятно, в каталоге туалетная вода там стоит 500 гривен, а вы взяли за 400 гривен. Сэкономили 100 гривен? Сэкономили. Что-то купили другое, да? Так вот, второй момент очень важный, почему важно научиться делать совместную покупку и организовать личный товароборот 150 бонус-баллов. Потому что на вот этом этапе втором у вас появится организация и появятся на номере деньги. Как вы можете их обналичить? Ваша кума заказывает или соседка, заказывает близкая подруга, заказывает эту же туалетную воду 500 гривен. Вы с ней договорились, что я не хочу на тебе зарабатывать, ты моя родная сестра, я тебе даю по цене склада. 20% своей отдаю. И она берет эту туалетную воду за 400 гривен. Но так как у вас на номере объемная скидка, которая собралась за прошлый каталог или за предыдущий, ваш заказ на 50% гасит эта объемная скидка. Ваша сестра отдает законных со скидкой 400 вам гривен, а в компанию по накладной вы платите на 50% дешевле. Вы берете за 200 гривен эту туалетную воду. И получается, что 200 гривен у вас остаются в кошельке. Понимаете? И если вы делаете заказ на 1500 бонус-баллов, на 1500 бонус-баллов, ой, на 1500 гривен, то есть на 150, как я уже сказала, бонус-баллов, 1500 гривен приблизительно, да? И представьте, что получается, половину, сколько это, 750 гривен оплачивает ваша объемная скидка. Оплачивает ваша объемная скидка. Вот на этом этапе очень приятно, когда вы заказ делаете большой, там берете, если можешь, вынесешь туда, то, извините. Вот, делаете большие заказы, берете витамины, еще что-то, они оплачиваются еще 50% от цены склада. Вот, и вот на этом этапе, пока вы еще на карточку не получаете зарплату от компании, вам удобно будет эти полторы, две, три тысячи обналичивать через вот эту совместную покупку и небольшую группу своих VIP-клиентов. Вот эту совместную покупку вы будете делать именно через своих VIP-клиентов. Их не надо заводить много, но с ними надо поработать. Я расскажу, как они появятся у вас. И последний этап движения денег в нашем проекте – это выплаты на карту банка, который вы выберете, но перед этим, как я уже говорила, компания работает в 60 странах мира, и она работает везде легально. То есть она платит налог сама, и люди, которые настроены зарабатывать вместе с компанией, она ставит условия обязательные, что вы оформляете предпринимательство. Иногда люди говорят, ой, это еще предпринимательство, и вот этот момент иногда людей отталкивает. А я тогда задаю вопрос, ну скажите, вот вокруг вас, если живут знакомые и предприниматели, они живут лучше, чем тот человек, который ходит по найму. Лучше? Лучше живет человек. Вот почему вы тогда боитесь предпринимательства? Его бояться не надо. Тем более в нашей компании замечательные юридические консультации, которые подсказывают, какой квет вам надо открыть, когда вам что-то там надо заплатить, присылают уже готовые, ну не отчеты, а документы. То есть в принципе ничего особенного нет. Я живу таким же обыкновенным человеком, то есть каких-то там супер, каких-то бухгалтерских нагрузок на мне нет. Людям не надо этого бояться предпринимательства, понимаете? Но зато каждые три недели на счет моей карты и карты всех предпринимателей компании Reflame, вот завтра пятница, первая пятница каталога, ляжет объемная скидка, то есть доход полностью ляжет. Вот. Этого бояться не надо. Предпринимательства. И до того, как вы откроете, то есть компания подписывает договор с вами и отправляет деньги к вам на карточку. Вот. Если договор вы не подписываете, то, естественно, компания не будет нарушать законы и будет в мире жить в этой стране законами. Поэтому не надо бояться. Разговаривайте больше с предпринимателями именно в наших проектах, в Reflame, потому что предпринимателям неплохо наживется. Я не знаю, как предприниматели, которые на рынке, в магазинах, у них свои условия. Они могут вас напугать и рассказать, как сложно, давят там пожарники, там налоги, там еще что-то такое. Я не могу сказать. 15 лет я предприниматель, и я очень довольна. И никогда ни за что не вернусь в найм. Понимаете? Вот. Ну и точно так вы можете спросить успешного предпринимателя в любой сфере бизнеса. Хотел бы он, боясь предпринимательства, уйти обратно в найм. Никто успешный не уйдет. А вы будете здесь именно успешны. Так. Если вы настроены на это. И вот тут очень важный момент еще, как бы, донести суть бизнеса. Донести суть бизнеса, чтобы человек понимал, почему. Знаете, как вот самое главное, чтобы у человека прошло сознание. Потому что, когда человек поймет, за что ему будут платить и за что ему не будут платить, тогда вот этих вопросов возникать не будет. И вы можете человеку показать через картинки, как я уже вам сказала, сравнить просто. Объяснить человеку, что компания делится своим доходом за ваши усилия. То есть за созданный групповой товарооборот. И вот сравните. Если вы все-таки боитесь или вообще игнорируете, не хотите учиться делать совместную покупку на начальном этапе, вы делаете небольшие заказы, пусть вы не получаете эти небольшие премии, там, 40 гривен, 200 гривен, 500. И вы даже считаете ради тысячи, я не буду набирать на полторы тысячи. Но неважно, вы не делаете. Посмотрите, вы сами не делаете и ваши партнеры не делают. Делайте там мыло, зубная паста, когда что-то надо. Посмотрите, пожалуйста, сколько вам надо людей, если вы делаете такие маленькие товарообороты, чтобы выйти на ближайший уровень доходов, уровень директора, который делает 7,5 тысяч бонус-баллов. Сколько вам надо людей для этого. Представляете, какое огромное количество людей. И посмотрите, если вы делаете совместную покупку, вернее, научились делать 150 бонус-баллов, а посмотрите, насколько меньше вам надо людей для того, чтобы получился у вас товарооборот. То есть научились сами готовить этот вкусный борщ или какое-то блюдо, научите другого. Придет такой момент, когда вы будете даже улыбаться с того, что вы когда-то этого боялись. Я тоже когда-то боялась личного товарооборота. И первый вопрос, который вот в этой простой математике у меня возник, у наставника, я спросила, говорю, ну я даже столько, я то есть буду свои деньги, которые зарабатываю в школе, мне придется их сразу отдавать за этот товар, который мне надо делать личным товарооборотом. На что мой наставник сказал, а это абсолютно не твои деньги, это деньги, которые ты соберешь с людей, которые заинтересуются покупкой в твоем интернет-магазине, или в твоем каталоге. И меня это успокоило сразу, я поняла, что это не мои деньги. Ну и вот таким вот образом я стала разбираться в ЛТО, перестала его бояться и стала двигаться. Потому что именно ЛТО, это как золотой ключик, еще раз говорю, который открывает величайшие возможности в нашем проекте. И вот представьте, как грустно и как глупо, когда люди отказываются научиться просто делать эти простые действия. Поэтому очень важно нам им это доносить. И в личном товарообороте я вижу два этапа. Я рассказываю об этом, чтобы мой будущий бизнес-партнер не боялся. Первый этап, когда вы приходите, я понимаю, что нет средств, и я такая была, привожу примеры или других консультантов. Мы с вами будем делать, вот это условие выполнить надо железно, 100%, если ты хочешь получать доход. Но как нам его сделать, если ты не хочешь тропить свои деньги? Отличная возможность, совместная покупка. Сейчас очень много разных интернет-магазинов, и у меня есть подружка, которая любит разные там модные островы, всякое такое. Время от времени она мне звонит и говорит, Свет, зайди на сайт, посмотри модель такая-такая. Вот, если мы возьмем ты, там, моя сестра, и ты, там, 5 единиц, то нам будет эта 50% скидка. Я посмотрю, если мне что-то подходит и заинтересовало, я включаюсь к ним в эту совместную покупку, и продукт удешевляется на 50%. То есть это очень распространенное сейчас явление, совместная покупка. И все понимают, что это выгодно. И вот на этапе, когда консультант пришел развивать свой бизнес, с ним надо просто поговорить и донести, сказать ему, если ты стесняешься, например, в своем кругу сказать, что тебе нужны заказы, и тебе неловко со своих знакомых, очень родных там людей брать деньги по цене каталога, прими решение для себя и скажи, что я не буду зарабатывать эти 20% от продаж на моих родных людях, близких. Я буду просто их дарить. И вы можете прям им сразу сказать, что ты же знаешь, что в каталоге есть одна цена, а есть цена по складу. Я тебя приглашаю для совместной покупки к себе, ну, это после определенного разговора, к себе, и ты будешь брать напрямую со склада со скидкой 20%. И тогда люди, родные, близкие, охотнее соглашаются, а вам что надо? Вам надо, чтобы у вас сформировался костячок такой вип-клиентов. Я называю этих людей таким приятным словом вип-клиенты. И им приятно, я говорю, вы будете пользоваться распродажей, вы будете пользоваться консультацией, видео, я вам буду сбрасывать всегда акциями интересными, то есть буду информировать вас, то есть это как вам дополнительный бонус еще. Вот. И мы будем с вами делать совместную покупку. И второй этап. Вот совместная покупка, вот здесь как раз вопрос будет уместный. Помните, мы с вами говорили, всегда ли мне надо будет делать личный товарооборот? Ответ – да. Всегда 100%. Будете делать 150 бонус-баллов. Когда у вас появятся директорские группы или международный бизнес, вам надо будет научиться, но и к тому времени вы будете это легко делать, делать всего 200 баллов. Вы представляете? Вот 15 лет я в проекте, 15 лет мы получаем всей семьей благо, начиная от косметики, какой только хочется в нашем доме и мне, и моей родне. Все витамины плюс путешествия, плюс крупные покупки какие-то – это всего за 200 бонус-баллов. Всего за 200 бонус-баллов. Друзья, вы понимаете? Вот просто стоит донести человеку, что этому надо будет научиться. Конечно, человек может вам сказать, о, так когда это будет, там поездки, квартиры, там и все такое, там. Вот. Но Москва не сразу строилась. И нам надо учиться, если мы хотим что-то получить, и это понимает человек, что это не на халяву, то надо потрудиться для этого и вложить свое время и энергию и определенные навыки и оп. Вот. И вот, а вот совместную покупку, вот смотрите, личное ЛТО надо будет делать всегда, а совместную покупку не всегда, не всегда. На данный момент и вы, когда станете работать с организацией, когда организация будет у вас все больше и больше и больше, вам надо будет уделять внимание больше обучения своим партнерам, сопровождение своим партнерам. Вы будете больше получать доход, вам просто некогда будет работать с каталогами, с вип-клиентами, и вы им вежливо предложите оформить свой личный кабинет и напрямую делать заказы у компании. Вот. Если они делают регулярно. Если они берут раз в году, там, эту зубную щетку или шампунь, то вы прикрепите к своему новому партнеру, своего этого знакомого и скажете, ты будешь и к клиентам теперь умашить. Так вот, совместную покупку вы на уровне ни один, ну, я не помню ни одного коллеги, который на уровне там Сапфирова или Бриллиантова или там еще выше директора, который бегает с каталогами или там организовывает совместную покупку. Первый день каталога или последний день каталога, я открываю каталог, у меня подписки всегда был у нас на всю семью, семья большая, я ее очень люблю, занимаюсь профилактикой. Я слежу за собой, я люблю косметику, я люблю ухаживать за волосами, я обожаю аксессуары компании, сумочек очень много, если только открыть мой шкаф, то там будет огромное количество. Это все продукция компании Reflame и где-то с уровня, ну, каждый определяет сам для себя, с какого уровня он перестает делать совместную покупку. Кто-то с уровня директора больше уделяет времени построению команды и просто берет витамины для своей семьи. Кто-то с уровня золотого директора, если боится еще, ну, как бы не уверен там в себе и еще может быть недостаточно опыта. Ну, вы сами определитесь. То есть совместная покупка – это не всегда, это не всегда. Это на начальном этапе, когда вам надо будет обналичивать деньги, когда вам надо будет набираться опыта, когда вам надо будет показывать пример своим начинающим партнерам. Второй этап – это личное потребление. Как я уже сказала, это просто для своей семьи. Открыли, взяли в первый день, второй, десятый и забыли про это. Все. То есть вот таким образом можно людей успокоить. И многие люди, партнеры у меня реагируют на это. Так это не всегда будет, потому что настолько страх их пугает. Потому что, скорее всего, ну, я предполагаю, это больше психологический такой момент, когда у людей был или опыт не очень позитивный в продажах, неважно, с Арифлейм или не с Арифлейм. Или они видели горе консультантов, которые, скажем так, не очень грамотно работают с клиентами. И их, знаете, так то туда, то сюда бутсают. И никому не хочется быть на этом месте. Поэтому, друзья мои, первое, что хочу сказать, надо получить этот опыт. Второе, стать лучшим, лучшим в этом направлении, научиться работать с ЛТО. И даже, более того, хочу сказать, начать получать удовольствие. Реально, вот хочу сказать, я вообще не продавец, я преподаватель. Вот для меня продажи тоже были страшным таким и каким-то казалось унизительным и каким-то некомфортным таким явлением в моем бизнесе. Но со временем, чем больше я узнавала информации о продукции и чем становилась с этим вместе, я становилась увереннее, мне легче было заводить разговоры, уместные разговоры, когда я могла помочь человеку, разрешить его проблему. И один из таких первых случаев, когда я просто сказала, я, класс, как я довольна, что я умею рекомендовать, продавать, был такой. Мы шли вместе со школой, со школой, с преподавательницей одной, и навстречу бежал ее сынишка, и она на него так грубо, резко буркнула что-то. Вот, и когда мы с ней разговаривали, я поняла о том, я поняла то, что у мальчика проблемы с... Сейчас прошу прощения, ключи от офиса, то есть в сумочке. Ага, я поняла. Так, ну просмотри, пожалуйста, где-то в сумке, или в сумке, или в пальто. А, пальто вот здесь. Сейчас я гляну так, минуточку, надо срочно. Вот, так вот, вы знаете, она такая была недовольная, там на него бурчала, сейчас я приду, та-та-та-та-та. Я говорю, что случилось? Она мне говорит, ну ты вот ходит на футбол, и просто невыносимо после футбола. Такие ноги, такой неприятный запах, я его без конца ругаю, там, и то, и все, и пятое-десятое, моет, и то, и все такое. И, вы знаете, я только накануне прочитала информацию о том, что у нас есть замечательный крем, антипреспирант для ног, который отлично работает с путовыми железами подошвы, и как им правильно пользоваться. Я ей рассказала, сделала заказ. Проходит какое-то время, она настолько благодарная и счастливая, ко мне обращается, говорит, я тебе так благодарна. Вопрос с ребенком решили. Никаких неприятных, некомфортных ситуаций. Мне, говорит, самой неприятно на ребенка без конца заводиться и все такое. И человек был доволен, после этого он стал брать каталог, что-то выбирать для себя, и понял, что я профессиональный консультант. И хочу вам сказать еще такой момент. Когда я начинала, я очень боялась ассортимента продукции. Мне казалось, что тогда на тот момент, наверное, их было единиц 900. Я думала, боже мой, я никогда это все не запомню. Названия такие, прям английские слова. И первая серия такая дорогостоящая, она называлась Skinstruction. Я думаю, боже мой, хотя бы у меня не спросили за нее ничего. Я не смогу сказать о ней ничего. Я выговорить даже плохо могу это название этой серии. То есть вот такие были страхи и сомнения на начальном этапе. Но, как говорится, дорогу оселит идущий. Когда ты начинаешь разбираться в этом потихонечку, тебе становится легче, и ты спокойнее к этому относишься. Итак, как научиться делать личный товароборот? Ну, я уже сказала, это через совместную покупку вначале надо делать. Вот иногда люди вот такое высказывают возражение консультанта. Так вы же говорили, никакой как бы закупки специальной нет и все такое. Я говорю, ну, посмотрите, первое, разве это закупка бизнеса? Посмотрите, любой магазин, в который вы зайдете и скажете, а ваш бизнес развивается, если будет товароборот, в месяц 1500, ой, 1500 гривен. Любой предприниматель в магазине просто обснеет вас и скажет, ну что, мы делаем такие товаробороты. Даже самый маленький ларек с сигаретами, он не делает 1500 оборотов, он гораздо больше. И это называется малый бизнес. А вы стартуете в серьезном бизнесе с резидуальным доходом и внесением таких средств, как 1500, причем не своих, а средств от ваших вип-клиентов. Вот, что такое совместная покупка, я уже рассказала. Где взять на нее клиентов? Это отличная возможность, когда мы проводим сортировку. Вот буквально на втором шаге подключения человека в наш проект мы проводим сортировку. Кто активно работает в нашем проекте, то наверняка проходил этот этап. Но сейчас я вам напомню, что это такое. У нас мы начинаем работать с теплого списка знакомых. И на это есть причины. Мы сейчас говорить не будем. Мы даем человеку бланк список знакомых и даем текст собеседования с его кругом знакомых. Очень важно помочь человеку написать список знакомых. Я даю главную рекомендацию. Вначале я объясняю, для чего это надо. Это инструмент, благодаря которому у тебя будет план четких действий каждый день, в ближайшие там две недели. Если нет списка знакомых, твой бизнес, то есть твои действия будут хаотичны. Если есть список знакомых, то мы будем работать четко по списку знакомых. Зачем его надо написать, я объяснила. То есть без него нам будет трудно двигаться. Второй момент, кого сюда надо вписать. Всех подряд, как я говорю, кто моет голову и чистит зубы. Почему важно их записать сюда? Потому что если ты их сюда не запишешь, то рано или поздно другой знакомый их запишет в свой список знакомых и предложит им или дисконтную карту, или продукцию нашей компании, или какой-то другой компании. И тебе будет грустно, когда ты разберешься с этим. Через полгода наберешься смелости сделать предложение своей двоюродной сестре. Она скажет, как жалко, месяц назад в интернете меня только пригласили, я заполнила анкетку, я уже там. И все. А мы не можем нарушать устав компании, ничего мы сделать уже не сможем. То есть будет грустно и обидно из-за того, что вы, скажем так, не записали в этот список знакомых своего родного или близкого человека. Вот. Что касается текста собеседования. Вот как раз в тексте собеседования я детально сейчас говорить не буду. Я просто скажу, что это собеседование проходит тремя блоками. Первый блок, где вы информируете своего, ну, это теплый круг знакомых, человека, что вы занялись онлайн-проектом, осваиваете новые навыки, говорите о том, какие вас ожидают доходы, и говорите, что человек, который вас обучает, заинтересован в том, чтобы вы вышли на эти доходы, потому что он получает от этого тоже доходы, от обучения своих успешных учеников. И вы говорите о том, что вы, в принципе, ничем не рискуете. Вот. И обязательно в этом блоке надо сказать, что это компания Reflame. И предупредить, что это не тот Reflame, который, может быть, он знает там каталоги, консультанты и вот это вот все движение. Это работа онлайн, и это немножечко другое направление. В конце обязательно в этого блока интересуемся, тебе это подходит, тебе это интересно. Если человек говорит, нет, ни в коем случае не надо, он говорит, нет, 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 я там был, мне не надо, не хочу, та-та-та-та-та. Ни в коем случае не надо его тянуть за руки, уговаривать, там, говорит, ой, там, ну, манипулировать, не надо. Вот. Тогда вы говорите человеку, слушай, у меня тогда к тебе другое встречное предложение. Мне нужны 5-10 вип-клиентов. Ты всегда за собой ухаживаешь. У меня к тебе есть предложение. Я тебе буду давать льготные заказы. Я тебе буду консультировать. Я тебе буду там знакомить с распродажами совсем. Я тебе сброшу онлайн-каталог. Ты посмотришь и выберешь для себя. Все, мы будем тебя внести в вип-клиенты. Все. И вот таким образом вы отсортировали человека со своего круга знакомых. Не захотел, как, скажем так, идти направо в бизнес. Пожалуйста, проходите налево. Будете моим вип-клиентом. Не забудьте на этом собеседовании третью часть провести. Уточнить человека. Ладно, тебе не надо эти 300-400 долларов, на которые я согласился. На старте. Значит, может, у тебя кто-то есть в декрете или без работы. Я помогу с удовольствием этому человеку. Дай пару телефонов. Все. Вот на этом заканчивается собеседование. Но фокус я делаю тут именно на сортировку, когда мы отбираем вип-клиента. И вот таким образом, когда вы за неделю переговорите, переговорите в день пять человек, у вас обязательно с пяти один человек скажет, ну, в принципе, давай каталог буду смотреть, я возьму его на работу или еще. И вот таким образом вы сформируете вип-клиентов для совместной покупки. И вы просто забудете о том, что, ой, боже мой, где же мне взять эти 150 бонус-баллов и все такое. Вы будете делать это очень легко и просто. Как дать правильно каталог и как забрать? Вот этот вот важный момент. И этому моменту я обучала своих партнеров, директора все, которые выросли уже, и директора, которые обучали своих, директоров и менеджеров. Все проходили успешный старт. И один из блоков был, как дать каталог и как забрать каталог. Это очень важный момент, ключевой момент, в принципе, в работе с клиентами, с вип-клиентами. Или когда вы нарабатываете клиентов. Как правило, людям ничего не приходит в голову, давая каталог, сказать, не хочешь посмотреть каталог? Но хочу вам сказать, что сразу же человек провоцирует на негативный ответ. Не хочешь? Не хочу сразу же. Частичка нет работает именно так. Поэтому предлагаю переформулировать свое предложение на такое. Посмотри, если тебе что-то понравится, я помогу тебе приобрести. Просто протягивайте каталог, улыбайтесь. С тем человеком, с которым мы уже поговорили, и он у вас отказался от онлайн-работы или от проекта нашего. Вот тому человеку предлагаете стать вашим вип-клиентом. Если вы работаете по холодному кругу, то есть вы это продавец в магазине, или это воспитательница в детском саду, и вы с ними не в таких теплых отношениях, где вы могли бы поговорить о проекте. Хотя, если вы уже выстроены отношения, вы можете запросто сказать ему, что я вот пробую свои силы, а вам это интересно. Если вы не проводите вот это, скажем так, сортировку, вы просто-напросто к человеку мало знакомым можете обратиться. Спросите у него, могу оставить у вас каталог бесплатно на пару дней и попросить телефон, если вы этого человека не знаете. Мы очень легко работали с таким методом, и у нас заводилось в совсем новых городах, новых местах очень много клиентов. Ну, это вот такие вот фразы, сделайте скрины, запомните их. Буквально через 5-10 обращений вы запомните их, и будете легко ими пользоваться. Очень важный момент, когда вы приходите забирать каталог или звоните, уточняете по онлайн-каталогу, есть ли интерес или нет. Здесь тоже очень важный момент. Если это ваш круг знакомых, часто новые партнеры начинают манипулировать своими знакомыми и говорить типа такого, ну что, Кума, ты выбрала что-нибудь? Если ты не выбрала, все, я там с тобой на чай не иду, и все такое, давай-давай, Кума, выбирай. Конечно, Кума этот раз выберет у вас что-то. Но второй-третий раз она будет находить поводы, как от вас спрятаться, понимаете? Поэтому выстраивать отношения со своими бит-клиентами надо красиво, грамотно и, ну скажем так, эффективно. Поэтому я думаю, что это важные такие рекомендации по поводу дать и забрать каталог. Если они вам понравились, поставьте мне, пожалуйста, пятерочки. Вот, и мы продолжаем, вернее, даже начинаем заканчивать. Вот, я хочу тебе рассказать о некоторых инструментах, которые вам и помощниках, которые вам помогут ввести грамотно и эффективно своих вип-клиентов. Вип-клиентов. Здесь хочу тоже рассказать маленькую историю, когда я столкнулась, это был мой личный опыт когда-то. Когда появляться стали первые у меня клиенты, я записывала заказ то в блокноте рабочем, то где-то в тетради рабочей, школьной, то еще где-то птичку ставила в каталоге. И в конце концов, когда разносила, отдавала заказ человеку, мне человек говорит, ой, я у тебя это просила. И я понимала, что я не зафиксировала его пожелания и сейчас нахожусь в такой не очень красивой ситуации. И я придумала такого помощника, я очень его люблю, этого помощника. Раньше у меня были прям эти блокноты, я не знаю, ну вот я обязательно сделаю скрин и сброшу вам рабочих блокнотов. Но он меня выручал просто здорово. Рекомендую купить, ну вот такого небольшого размера блокнот, ну можно чуть больше. Почему небольшого? Потому что он будет всегда с вами в сумке. Желательно, чтобы он был не гибкая политурка, а более плотная политурка такая, и чтобы он был в клеточку. Вот такой небольшой блокнотик, который поможет вам работать с клиентами. В этом блокноте у вас будет 4 раздела. Первая страничка раздел будет называться список знакомых. В этом списке, в этой табличке вы вносите имена или фамилии людей, телефоны. Если вы не знаете, как фамилия этой женщины, которая торгует рыбой, у меня прямо была написана Ира Рыба. Я знала, что тогда телефонов не было, были только домашние телефоны. Вот, я писала просто, если был телефон, я потом вносила. Ира Рыба там, там Маша колготки там торгует или еще что такое. Ну не в этом судила. То есть ваша задача внести этот список знакомых, которые отказались от онлайн проекта и которые согласились быть вашими клиентами. Или постепенно они у вас появились. Вы вносите их сюда. Потом, следующие графы у вас каталоги. Каталоги, ну с того момента, когда вы завели этот блокнот. Написаны вверху номера каталога. А когда вы отдаете каталог или отправляете онлайн, поставьте дату, когда вы отправили каталог. Потому что важный момент, когда вы отдаете или отправляете каталог, чтобы этот каталог не завалялся, не пропал там. Ну почему? Если это живой каталог, то он должен работать. И чем больше людей посмотрят, тем больше будет у вас заказов. А если онлайн каталог, то вы должны уделять внимание, если уже вы назвали этого человека вип-клиентом. И вот вы поставите даты, когда отправили каталог кому-то. И что получается? Проходит каталог, мы, как правило, даем на один-два дня. Дана больше, там 4-5, не стоит. Почему? Потому что, как правило, человек, если женщина что-то увидела, загорелась, у нее появилось желание, надо сразу же брать ее заказ и выполнять. Потому что если вы будете через 5 дней придете или позвоните, она скажет, ну там ничего не надо и все такое. Скорее всего, она этот заказ или кому-то переадресует, или просто деньги, которые хотела бы потратить на этот заказ, появится какая-то ситуация, она просто их потратит. Поэтому 2 дня, не более, чтобы человек ознакомился с каталогом. Сейчас очень удобно, когда мы работаем с блог-каталогом, там есть и видеообзор каталога, и какие-то скрины полезные, и сам каталог можно полистать. То есть очень удобно человеку расскажите, сбросьте видеообзор по каталогу, как пользоваться первый раз, и потом ваш клиент запомнит и будет пользоваться с удовольствием. Все, это как раз первая страничка, которая поможет вам отслеживать, кто посмотрел уже каталог, кто не посмотрел. И еще маленькая рекомендация. Давайте каталоги, вот сейчас начался у нас уже пятый каталог, и успешные наши партнеры уже подделали заказы по пятому каталогу. И основную часть времени они вкладывают именно в рекрутирование. Как же, где они взяли заказ на пятый каталог? Очень просто, потому что они вот сейчас пятый каталог сделали, им сейчас придет шестой каталог, и они сейчас уже начнут отдавать своим вип-клиентам или рассылать шестой каталог, чтобы на начало каталога уже заказ был, чтобы потом не тратить время и энергию, и паники не бегать, не искать эти 20-30 бонус-баллов. Вот, это такая рекомендация. Первые странички, список знакомых, оставляйте 4-5 страничек, переворачивайте, и следующая страничка, то есть 4-5 оставьте на список знакомых, потому что кто-то у вас будет оставаться, кто-то будет уходить. Вы вправе выбирать себе вип-клиентов. Чем мне нравится наш бизнес, что вы выбираете? Вы выбираете, если этот клиент непорядочный, скажем, в плане денег, или там, ну, скажем так, чем-то вам не подходит, вы можете всегда его заменить. Но чтобы его заменить, у вас список должен быть побольше, чем 3-5 человек. Со временем, буквально через какие-то там месяца, 2-3, у вас появится постоянная группка вип-клиентов, и вы просто уже не будете париться с этим, понимаете? Еще хочу обратить внимание. Если среди этих вип-клиентов появятся люди, которые будут делать крупные заказы, вам срочно надо их переводить в не просто вип-клиенты, а открывать им номер консультанта и свою комнату, чтобы человек делал сам заказы. Почему? Объясняю. Потому что рано или поздно этот человек наткнется, так скажем, грубо, на профессионального консультанта, менеджера, который уточнит у него, а где вы делаете заказы? Он скажет, ну, я делаю заказы там у Леночки такой. Вот, а он скажет, скажите, а по какой цене вам дают? Даже если вы отдаете свои 20%. Профессиональный менеджер, знаете, что скажет? Я так всегда говорю. Я говорю, вы знаете, что кроме 20% еще огромное количество у нас подарков для не просто вип-клиентов, а для консультантов. И, возможно, у вашего консультанта были такие подарки, он просто-напросто не поделился с вами. Я не хочу говорить плохо, но я наоборот говорю вам, что лучше получите свой личный номер и пользуйтесь всеми благами, которые дает компания. То есть рано или поздно вашего консультанта, клиента, который делает хорошие заказы, обязательно кто-то куда-то переманит. А вас хочу успокоить тем, что когда вы этого вип-клиента переведете в консультанты, в категорию консультантов, у вас обязательно на это место появится новый вип-клиент. Обязательно. Так устроена природа. Это как сообщающий сосуд. Если тут убывает, тут сразу же прибывает. Вот, кроме этого, посмотрите, какой плюс. Человек, который был вашим вип-клиентом, вы потом с ним просто поговорите о сути бизнеса, о возможностях и скажете, что смотри, делать свой личный товароборот ты умеешь. Ты видел, как я работаю с тобой, как слип-клиентом. Ты точно так смело и уверенно сможешь работать. И у вас появится успешный, активный консультант в вашей структуре. Возможно, будущий бизнес-партнер. Все. Второй раздел этого рабочего блокнота называется пожелание клиента. Что это такое? Пожелание клиента. У вас может быть такое, когда человек отдает каталог, мы у него спрашиваем. Помните, как мы не манипулируем, мы у него спрашиваем, что вас заинтересовало? И человек говорит, ну, в этом каталоге ничего, а вот вообще-то меня бы заинтересовало румяна моей дочке на день рождения 5-10. Вы говорите, Маша, я запишу ваше пожелание. Пишите, Маша, румяна. И вы спрашиваете, она когда вам надо эти румяна? Она вам говорит срок. И вы говорите, Маша, не пугайся, я не буду покупать без тебя, ну, делать заказ. Как только появится выгодная скидка, я вам позвоню и тогда расскажу вам об этом заказе. Вы скажете, брать вам или нет, может, вы уже что-то там замените. И вот в этом блокноте у вас будет, в этом разделе будет много пожеланий. И когда начинается новый каталог, вы смотрите, заглядывайте сюда. Если вы уже, кстати говоря, сделали заказ, выполнили заказ человека, вы ставите птичку. И еще один момент. Когда вы каталог у человека забираете, вот тут на месте, где стоит второе, ноль, третье, ну, я ручкой просто зачеркивала, а вы можете каким-то цветом отметить, что вы уже забрали этот каталог или поговорили с этим человеком об онлайн-каталоге. Понятно, да? Чтобы вы просто второй раз не звонили, третий раз, ой, не остался у тебя мой каталог. Чтобы вы четко знали, где ваши каталоги или с кем вы уже поговорили, или с кем нет. Все, оставляем на пожелание еще 3-4 страницы. И самый большой раздел у вас будет рабочего блокнота – это заказы. В этих заказах что вы делаете? Те люди, которых вы забираете заказ или они вам надиктовывают, вы обязательно вписываете код продукта. Он вам говорит, там губная помада розовая, так не подойдет. Вы говорите, смотри, какой код, точно, чтобы мы понимали, с тобой человек говорит код. Вы пишите название позиции, пишите количество и говорите человеку, по какой цене у него будет этот товар, да, или потребительская, или по какой даете. И когда вы записали уже заказы одного, второго, третьего человека, вы дома садитесь и уже прописываете, сколько это будет бонус баллов. Если по дистрибьюторской цене по оплате, сколько вам надо будет заплатить за заказ, то есть вы сразу видите картинку вашего уже перспективного заказа. Вот таким вот образом. Эта страничка надо. И вот когда вы сделали заказ, вы потом этот заказ обводите. Некоторые, кто любит считать, они почитают прибыль, если не продают по потребительской цене. Ну, вот такие вот моменты. То есть очень удобно. Но самый большой раздел – это заказы. Сделали заказ, все, зачеркнули эту страничку, пошли дальше. И самая последняя страничка с обратной стороны. Пишите продажи. Я нею пользовалась крайне редко, но на всякий случай она должна быть. Бывают такие ситуации, когда вы приносите на работу своей знакомой заказ, она говорит, Маша, ну вот сегодня с тобой денег нет. У мужа послезавтра аванс. Послезавтра не наступит никогда. И вы при ней открываете блокнот и говорите, так, сегодня у нас 5 апреля, значит, послезавтра это 7 апреля. Правильно понимаете? И записываете прямо у нее на глазах, делаете эту запись. Вот, если это онлайн, в любом случае вы говорите, я записываю 7 числа, а ты мне пересылаешь или там отправляешь, или передаешь деньги. Все, и пишешь сумму. Ну, я так ее брала в квадратик, что это долг. Если человек сразу с вами расплачивается, я его даже туда не вношу. Все. По блокноту. Есть вопросы какие-то, друзья? Как вы считаете, полезная вещь, как инструмент для партнера, который начинает, пожалуйста, поставьте значок, пятерочку. Полезная вещь? Ага. Так, конечно, полезно. Отлично. Все. И еще несколько инструментов в помощь, которые, вот скажем, более современные такие-то инструменты, девчонки. Какие помощники, чтобы вы были грамотным, эффективным консультантом. Чтобы даже эти маленькие, маленькое количество ваших 5-10 вип-клиентов, скажем так, были довольны вами, как профессиональным специалистам в своей области. Что я имею в виду? Какие могут быть у вас помощники? Когда новый партнер приходит к нам в проект, у него есть возможность в первом заказе заказать по льготной цене набор консультанта. Сколько он стоит? Зайдите, посмотрите, в прайс-листе там цена есть. То есть в этот набор консультанта входят все практические пробники туалетных вод, мужских, женских, одна из серий губных помад пробники, крема и тональные основы разных серий. То есть все это входит в набор консультанта. Если такой возможности нет, потому что этот набор, скажем так, дорогостоящий на начальном этапе, может, у человека нет денег, я настоятельно рекомендую своим партнерам каждый каталог, когда вот идет следующий каталог, мы смотрим туалетные воды и наиболее популярные воды и по выгодной цене скидки обязательно заказываем хотя бы парочку мужских и парочку женских. Заводим маленькую такую косметичку и собираем туда все пробнички. С пробниками гораздо легче работать. Вы объясняете человеку, что пробник не дает стойкости, как аромат, который вы приобретете, но ароматизированную композицию вы услышите. Вот, и с пробником гораздо быстрее идут продажи по ароматам. Потом еще, что еще, если вы вживую работаете, это рекомендации, кто работает вживую. Используйте закладки в каталоге, такие липучки разного цвета, ну, не делайте их много, а делайте, сделайте там пять закладочек, да. Еще мне очень помогало, когда я писала прямо на каталоге, вот так вот здесь, надо брать своими, ну, просто маркером или ручкой. Это надо брать обязательно. Просто никаких темных кругов под глазами после использования средства для снятия туши. Вот, ну, какую-то вещь пишу здесь такую. И люди, как правило, листают, они обращают внимание. Даже элементарно, восклицательный знак поставили. Были такие моменты, другие мои партнеры, они ставили такие, знаете, липучки-фишки какие-то, прямо на какой-то продукт, и там птичку ставили. То есть привлекали внимание. Потому что люди сейчас настолько загружены, они так пролистали, проискали, ой, ничего не надо, да. Еще очень хорошо действует лист заказа. Лист заказа эффективен, когда вы работаете, например, в своем подъезде, со своими соседями. Берете степлером, прибиваете листик в клеточку на последней там страничке, вот, и такой там, черките такую табличку. Кому телефон и что, код товара и количество. И в этот листок вы можете просто набрать и просто написать первых двух человек от фонаря. Это, как, скажем, такой шаг вперед. Пишите Марина, тушь страница такая-то, код такой-то, Лариса, то-то, то-то. И когда человек, который смотрит ваш каталог, долистает до этой последней странички, вы говорите, там есть бланк такой, ты можешь туда внести свой заказ. Вот, он тоже туда внесет свой заказ. Обязательно, потому что это на людей влияет. Очень влияет. Так, и лучше всего, конечно же, влияет ваша компетенция по поводу консультации по продукции. Как я уже говорила, запомнить сразу все невозможно новому партнеру. Но мы рекомендуем ему внимательно прослушивать вебинары по продукции. У нас замечательные идут вебинары и от компании, и в нашем проекте. Айкум Триумф и в Триумфе. Вот, какие-то рекомендации от наставника, тестирование какое-то. Выберите, если вы новичок, выберите со своим наставником пять продуктов с этого каталога. Естественно, обратите внимание на последнюю страничку. Вот, и несколько продуктов с этого каталога очень хорошо, если вы уже их покупали. И отлично будет, если вы этот продукт будете держать у себя в косметичке. То есть, если это тушь, или если вот когда идет какая-то тушь, или пять в одну, или накладные ресницы, я всегда ношу с собой в сумочке в косметичке этот продукт. Потому что в любой удобный момент я могу открыть, показать кисточку, показать цвет и все такое. Вот, поэтому используйте эти рекомендации. Запоминайте с каталога всего четыре-пять продуктов и работайте эффективно с каталогом. Еще вот последнее ноу-хау такое, это наш, это, быстренько хотела и взять телефон показать, Skin Expert. Skin Expert, очень классный сервис такой, ну просто великолепная фишка. Вы знаете, ну с ним надо работать с теми людьми, с кем уже выстроены отношения. То есть, по холодному кругу ты идешь, ой, давайте я вам сделаю там анализ вашего лица, там, то есть проверим. Ни в коем случае так нельзя. То есть, это люди, которых вы уже знаете. Вы можете завести разговор там о том, что там нравится, не нравится, чем ты ухаживаешь за лицом, пятое, десятое, а что бы хотел, там, или надо тебе, или не надо, там, а потом даже вот эти вот, знаете, у меня были, тестировала с теми людьми, которые, я принципиально ничем не пользуюсь. Я говорю, ну, замечательно. Кстати, я говорю, могу бесплатно провести такое тестирование состояния твоего лица. Хочешь? Хочу. Проводим тестирование, а ее 35 дают ее 52. И вы знаете, человек так смотрит, ну, ты, твое право, ты можешь, ну, как бы, это твой выбор. Я могу проконсультировать, вот, сервер, сервис этот может тебе рекомендацию дать. Давай свой телефон, я тебе отправляю. Все. Очень эффективная вещь. Рекомендую, скачайте на свой айфон, на свой телефон и пользуйтесь, потому что уже даже есть статистика. Ребята, каждая седьмая консультация через скин дает заказ. Каждая седьмая консультация. Представляете? Ну, просто замечательно. Вот. Ну, и напоследок я хочу сказать партнерам, которые будут делать ЛТО, что не обязательно столкнуться с возражениями. Как без возражений? Потому что в любой сфере, где бы человек ни работал, в жизни, вокруг нас всегда есть возражения. В нашем деле, вот именно в создании личного товарооборота, в совместной покупке не надо бояться этих возражений. Останавливаться подробно и детально на них я не буду, но я хочу вам дать такой алгоритм, который работает безупречно. Он заключается буквально в нескольких фразах. Когда человек что-то тебе говорит, неважно, это дорого, это дешево, это там у вас так подняли цены, там еще такое. Вот алгоритм ответа ему будет такой. Первое, вы должны согласиться с человеком и стать на его сторону баррикады. Сказать ему, да, я раньше тоже так думал. И человек перестанет видеть вас, оппонента, и что вы будете что-то ему доказывать. Он расслабится и будет слушать вас дальше. А потом вы говорите, что да, я тоже так раньше думала, что это очень дорогая серия. А когда я просчитала, или когда просчитали, дали мне расчеты, я посмотрела, и оказывается, что эта серия 5 месяцев в использовании будет стоить мне всего 10 гривен утром и вечером. То есть по 5 гривен. Это дорого, как ты считаешь, да? Ну, или вы можете сказать, на любой продукт, у нас есть другой продукт, который по более выгодной для тебя может быть ценнее. Что у тебя не устраивает цена, или у тебя нет в планах приобретать этот продукт. Более детально о работах с возражениями по продажам мы поговорим на следующей встрече. Но сейчас вот этот самый простой алгоритм я вам рекомендую запомнить. Да, я раньше тоже так думал, когда попробовал, или когда узнал, или когда посчитал, я понял. И потом даете 2-3 аргумента и задаете вопрос. Это самый такой рабочий алгоритм работы с возражением. В продажах то же самое. И напоследок я хочу вам посоветовать несколько онлайн таких рекомендаций дать. Будьте, если вы работаете онлайн, если вы работаете с каталогом онлайн, то тогда очень важно, чтобы вы были всегда на связи. Если клиент задает вопрос, желательно ему сразу ответить. Общайтесь с клиентом один раз, ну, минимум один раз в период. Сбрасывайте какое-то видео, сбросьте какой-то скрин. Если у вас собралось уже их там больше 3-5-10, сделайте чат специально для них в том сервере, в котором их больше. Или в Viber, или в Telegram, ну, где люди ваши находятся, там и сделайте этот чат. И у нас замечательный есть кумовской чат, где всегда есть много свежих скринов, видео и все такое. Оттуда вы просто копируете, отправляете, и ваши люди будут всегда во внимании вашей экспертности, во внимании вашем, а внимание – это самая дорогая валюта. И неизвестно, как это может перевернуться, и какие возможности вы можете получить от этой вашей работы. Работы по созданию своего личного товароборота через совместную покупку. На этом моя встреча закончена. Я очень надеюсь на то, что мы с вами сегодня раскрыли все вопросы, все вопросы, которые, ну, скажем так, были краеугольным камнем для многих партнеров и для бизнес-партнеров, от которых уходили люди, когда говорили, ой, тут надо делать заказы. Я думаю, что после сегодняшней встречи вы поняли важность личного товароборота, что это такое, почему важно делать его. Вот, три пункта запомнили, это точно. Вот, и услышали некоторые рекомендации, как легко и профессионально делать совместную покупку и организовать личный товароборот. Огромное спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Отличных всем продаж.